Здесь еще искусственное покрытие. Покрытие, поле, вид из вип-ложи, зона для футболистов, экскурсия по Казани-Арене для представителей Ростехнадзора. Они лично проверяют готовность стадиона к приему тысяч людей. Эта ванна-джакузи вовсе не в вип-номере отеля Казани-Арены. Это раздевалка для гостевых футбольных команд, которые приедут в Татарстан из разных стран и, судя по всему, должны остаться довольны условиями. Осталось застраховаться от непредвиденных ситуаций. Блэкаут в Казани две недели назад, когда без света остались сразу несколько районов, стал поводом для новых задач от правительства. Поэтому сегодня на стадионе совсем не футбольная тренировка. Камеры в ночном режиме фиксируют действия персонала. Наблюдаем персонал, осматривают оборудование, отключившееся. По сценарию учений, во время матча Кореи и Германии все четыре внешних источника питания дали сбой. Где-то не сработала автоматика, где-то повредилась линия, где-то и вовсе пожар на подстанции. На прямой трансляции 12 локаций. Сам стадион, сетевая компания, ТЭЦ, диспетчеры, МЧС. Пока они совместно устраняют неполадки к питанию Казань-Арены, подключаются свои бесперебойные источники. Дизель запустился, пошел черный густой дым. Пять минут и электроснабжение восстановлено. В зале заседания, что внутри стадиона, никаких признаков масштабной аварии даже не заметили. Проверка пройдена. Во-первых, я надеюсь, что такие тяжелые аварии, уверен, что они не произойдут, постучу немножко по дереву. Но все-таки, если что-то произойдет, то у нас в большой степени уверенности можно говорить, что все участники соревнований, зрители, которые на стадионе будут, которые по всему миру будут смотреть за этим событием, они ничего этого не почувствуют. Казань-Арена примет шесть матчей чемпионата мира. Первыми 16 июня на стадионе сыграют Франция и Австралия. Лена Зинатольевна, Данил Филатов, ТНВ, Казань.